В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В результате повреждения теплосетей в гор-роще водоснабжения нет в 70 жилых домах. В Рязани сотрудники остановили автомобиль под управлением 7-летнего школьника. Центральный парк культуры и отдыха планируют закрывать в ночное время суток. Сегодня рязанцы выкладывали в интернет фотографии и видео потопа на нескольких улицах города. То ли по гор-роще пробежала черная кошка, то ли там рассыпали соль. Но пятница 13-я для жителей района дала о себе знать в полной мере. Из-за аварии на улице Пушкина горячую воду отключили почти во всем железнодорожном районе Рязани. На этом проблемы жители гор-рощи не закончились. Вместе с горячей водой в районе отключили и свет. Рязани Энерго произошло отключение электроснабжения перекачивающей насосной станции номер один на тепловых сетях на наших муниципальных. После того, как насосные агрегаты остановились, произошел гидроудар. В результате чего появилось повреждение на тепловых сетях. Повреждение в течение часа было локализовано. Вода сдренирована. В течение полутора часов мы приступили к аварийно-восстановительным работам. Работы будут выполняться в голосовшем режиме. По необходимости мы людей оставим здесь и на ночь. В результате аварии в настоящее время в зону отключения горячей воды попали 70 жилых домов, две школы и два детских сада. Сроки ремонтных работ пока остаются неизвестными. К другим темам. Синоптики объявили на пятницу 13 мая красный уровень опасности в Рязанской области из-за угрозы заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидромедцентра России. Что готовит погода рязанцам на выходные, расскажет Наталья Новикова. Первая половина этой недели выдалась по-летнему теплой. Но, как и предупреждали синоптики, в четверг погода сошла с летних рельсов. Причиной такого изменения стал холодный атмосферный фронт, который пересек наш регион. И, как и положено, температура резко понизилась. Причем настолько, что синоптики прогнозируют ночные заморозки. Холодные ночи станут особенностью ближайших майских дней. Конечно, после настоящей летней жары, которая уже успела порадовать жителей нашего города, предстоящие выходные хочется назвать прохладными. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха будет всего на градус ниже климатической нормы. А дневные значения термометров будут где-то около 15-ти градусной отметки. При этом солнечно и сухо, поэтому можно смело планировать выходные на открытом воздухе, шашлыки, велосипедные прогулки и экскурсионные поездки. Центральный парк культуры и отдыха в Рязани планируют закрывать на ночь. По данным некоторых рязанских СМИ, на данную меру пошли, чтобы предотвратить порчу имущества. Известно, что разрабатывается проект строительства в парке велодорожек, ограждений, а входы в ЦПКО будут отремонтированы. Правда, все это лишь пока только в планах. Сегодняшнее состояние главного парка города увидела Оксана Тебенихина. В любом крупном российском городе имеет место Центральный парк культуры и отдыха. Есть он и в Рязани, и ни для кого не секрет, что это излюбленное место горожан. Огромные зеленые территории, асфальтные дорожки, новые лавочки, детские площадки. В общем, полный комплекс. В прошлом году власти города даже предприняли попытку отремонтировать ЦПКО. Но, как мы видим, этого оказалось недостаточно. И если Центр парка еще можно назвать красивым, то на периферию в одиночку лучше не соваться. На самом деле, солнечным пятничным утром в парке было весьма оживленно. Мама и бабушки с колясками прогуливались по тропинкам, студенты сдавали спортивные нормативы. Ну и другие любители свежего воздуха заполонили пешеходные дорожки и площадки. То, что Центральный парк в последнее время стал значительно чище, опрятнее и красивее – бесспорный факт. И это подтверждают и сами его посетители. Стало намного лучше. Тут все ходят довольные, катаются, дорожки. Мы очень рады, что парк преображается. Получше, конечно, чем в прошлые годы. Но недостаточно. Я довольна стала. Очень чисто, хорошо. Гулять по задворкам старых внутрипарковых строений недалеко от Рюминского пруда. Даже в такой солнечный денек было, с одной стороны, любопытно, а с другой – некомфортно. Кстати, густая лесопосадка скрыла за собой старый кинотеатр под открытым небом. И сразу же возник вопрос. А почему же сегодня, в месте, отдаленном от жилых домов и проезжей части, нет этого кинотеатра? Почему не сохранили? И решили узнать у прохожих, чего же им еще не хватает в парке, чтобы они здесь хотели увидеть. Ну, может быть, каких-то детских развлечений немножко. Очень дорого, конечно. Вот 100 рублей за одно катание. Не знаю, так очень красиво. Клумбочек еще бы разбить. Ну, как по вашему вообще, соответствует парк своему названию? Да. Мы его любим и очень рады, что им занимаются. Мне кажется, каких-то детских больше нужно комплексов. Вот сделали новый. Мне кажется, нужен такой же, только детский. Есть же сейчас такие специальные для маленьких, потому что очень много, я так думаю, детских садов привозят и гуляют на больших. А детям это как бы и небезопасно. Ну, и побольше, я не знаю, чего-то для отдыха и уборки. Потому что, ну, вот я хожу вот здесь, ну, вообще, конечно, грязно и ужасно. Главное, чтобы вот сделали вечером, пусть открытый, не закрытый кинотеатр. Вот. И вот вечером, куда пойти нам? Пришли, посмотрели фильм. А то обычно там вот объявления в городском парке. Там, представляете, куда идти? Всякие мероприятия в основном. Ну, вот здесь бывают, ну, только изредка. Кстати, недавние сообщения о том, что парк в скором времени планируется закрывать на ночь, чтобы недобросовестные горожане не имели возможности разрушать то, чего в ЦПКИО и так в дефиците, официально пока не подтвердили. И все же стоит задуматься, что не только органы местного самоуправления не смогли сохранить былую красоту этого прекрасного зеленого места, но и мы сами не только не сберегли, но и продолжаем портить, поганить, загрязнять и захламлять. В четверг в Рязани задержали автомобиль под управлением 7-летнего школьника. На Московском шоссе в районе перекрестка с улицы Мервинской сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Киа Рио, которым управлял 7-летний школьник, житель Рязанского района. Как оказалось, ученик первого класса, когда находился дома один, взял ключи от отцовского автомобиля, завел машину и отправился в Рязань. О том, что за рулем малолетней инспекторам сообщили неравнодушные граждане. Вы где находились, а где ребенок находился? Я сегодня был в городе, машина стояла дома. Дома. А как получилось, что ребенок на ней поехал? Я в городе, я не знаю. Понятно. А мама в тот момент где была? С ребенком. С ребенком. Хорошо. Ключи от машины ребенок знал, где находится? Лежал дома, в шкафу всегда. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует держать ключи от автомобиля подальше от ребенка в недоступном для него месте и не сажать за руль автомобиля несовершеннолетних, если еще они не отучились в автошколе. Иначе трагедии можно не избежать. Как утверждал герой знаменитого классического произведения, кирпич ни с того ни с сего никогда и никому на голову не свалится. Это правило, к счастью, сработало недавно и в Рязани, когда на улице Интернациональная буквально отвалился кусок стены жилого дома и с большой высоты упал на тротуар. Почему в Рязани становится опасно ходить по улицам, выяснял Роман Врецков. В Рязани откололась часть облицовки жилого дома номер 18 по улице Интернациональная. Информация об этом и фото, сделанные очевидцем, размещены в одной из групп социальной сети ВКонтакте. На фотографиях можно увидеть, что от дома отлетело несколько кирпичей. При падении с большой высоты эти кирпичи могли нанести серьезную травму человеку, а также повредить проезжающие автомобили. Но по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. В Единой ассоциации защиты прав потребителей сообщили, что жалоб подобного рода с начала года было более чем достаточно. Во многих случаях, когда в новостройках происходят какие-то ситуации, люди пытаются разобраться, виноват ли они или строители. Поэтому, если возникает подобный вопрос, здесь независимая экспертиза определяет, по чьей вине случилось то, что мы видим. Хочу сказать, что за 2015 год и начало 2016 года по новостройкам очень большое количество жалоб. Здесь были звонки от лиц, которые считают, что имеются недостатки. Как определить, что, как и почему. Но, как мы видим, расследование идет. Что на самом деле произошло? Это технологические какие-то моменты. Монтаж кондиционеров. Либо кладка некачественная. Пусть решит независимая строительно-техническая экспертиза. В данном случае, сразу же после жалоб жильцов, опасную для пешеходов и автомобилей зону оградили. Уже сейчас у рабочих есть версии, из-за чего могло произойти обрушение. Компания застройщик в срочном порядке начала проводить демонтаж фасада, чтобы заменить его как можно скорее, не причиняя вреда и неудобств жильцам. Причин несколько. Такая основная причина – это у нас установка несанкционированных кондиционеров. То есть жители устанавливают, где хотят, как хотят. В частности, в облицовочный кирпич, что влечет за собой повреждения его, попадание воды и в дальнейшем разрушение. 5 числа там поступил сигнал от управляющей компании. Вечером 6 с утра мы уже начали выставлять ограждения по территории. И вечером уже у нас приехали проектировщики, дали проектное решение по данному случаю. После этого пригласили специалистов, в частности альпинистов. И они занимаются сейчас устранением причин. То есть демонтаж у нас идет облицовочного кирпича на силикатные замены. Также следует отметить, что застройщик не остался равнодушным к сложившейся ситуации. Даже после того, как истек гарантийный срок. Хотя ответственность за дом уже давно несет его управляющая компания. Подозреваемым в нападении на грибников под Рязанью предъявлено окончательное обвинение. Громкое убийство произошло более года назад. Мужчина поплатился жизнью за то, что оказался рядом с тайной плантацией конопли. Его жена пролежала двое суток в яме в земле. Подробнее Александра Тамбовская. Вопиющий случай. Дикий для Рязанской области. Так назвали эту историю в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Напомним, 22 июля прошлого года семейная пара из села Ерлина Захаровского района ушла за грибами в сторону деревни Безлычная и не вернулась. Как оказалось, супруги случайно наткнулись на плантацию с незаконно культивируемой коноплей. Мужчины, охранявшие территорию, решили устранить свидетелей. Они связали супругам руки, заставили спуститься в яму, после чего расстреляли. На второй день поисков пропавших обнаружили в лесополосе у поселка Стенькино, в яме, закрытой деревянным щитом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления, а его жена через два дня была обнаружена местными жителями, которые участвовали в поиске пропавших. Она была доставлена с огнестрельным ранением в медицинское учреждение, где ей своевременно оказали квалифицированную помощь. Обвинение 48-летнему мужчине, жителю Михайловского района и его двоим сыновьям, предъявили 6 августа прошлого года. Отца и одного из сыновей поймали в Ставрополье, где они пытались укрыться от правосудия. Однако окончательное обвинение вынесено только сейчас, после 10 месяцев расследования. Предъявлено окончательное обвинение 48-летнему рязанцу в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, покушение на убийство, незаконный оборот наркотических средств, оружие, а также угон. Обвинение в пособничестве в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере, предъявлено и двум его сыновьям, 24 и 22 лет. Кроме того, старший из сыновей обвиняется в незаконном лишении свободы двух человек. В ближайшее время планируют завершить следственные действия и начать ознакомление потерпевших, обвиняемых и защитников с материалами уголовного дела. Сейчас их объем составляет более 10 томов. Преступники будут наказаны, однако это уже не перечеркнет того злополучного дня, равно как и не вернет любящего супруга и отца многодетной семье. К другим темам. Рязань посетила делегация из Италии. За чашкой кофе итальянских гостей поприветствовали глава муниципального образования Владислав Фролов и глава администрации Олег Булеков. Подробнее в следующем материале. Вчера в город прибыли гости из города Генуэ с ответным визитом, чтобы обсудить основные направления развития экономических, культурных и социальных связей. Я думаю, что это будет еще одним хорошим экспонатом для нашего музея. Если обратить внимание, то ту картину, которую подарил губарктор, которая нам написали соглашение, она визит в кабинете. За несколько дней визит итальянской делегации в Рязани на разных площадках будут обсуждаться главные направления сотрудничества двух городов. Речь будет идти о взаимодействии в сфере туризма, образования и культуры. В конце встречи гости из Генуэ возложили цветы к памятнику героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Политаева, в которой приняли участие учащиеся школы-интерната номер один, носящие имя героя, и воспитанники детско-юношеского центра «Звезда». Рязанская область примет программу по поддержке инициатив жителей. Пока что проект находится на стадии ожидания поддержки как у регионального правительства, так и населения. С какими предложениями бы сегодня выступили рязанцы, выясняла Анна Герцовская. Опыт взаимодействия власти и горожан уже есть. Созданный в декабре Центр поддержки муниципальных инициатив позволил реализовать ряд проектов. От благоустройства скверов до поддержки ветеранов и инвалидов. Но граждан продолжают волновать и другие вопросы. Дороги. В современных детских площадках было бы очень даже с теми же мультяшными героями, которые наши. Мне не хватает, может быть, красоты, как всем, порядка, новых красивых домов. Мне бы хотелось, чтобы здесь было побольше каких-то развивающих центров для детей, для подростков. Потому что у нас, кроме как Дворца творчества, в шаговой доступности нет ничего. Чтобы поменьше было бездомных животных. К сожалению, у нас очень мало приютов для животных. Опыт прошлых лет показывает, что Рязань может развиваться одновременно хорошо во всех направлениях. Так было в годы правления Надежды Чумаковой с 1963 по 1986 годы. Было построено и реконструировано 63 школы. Причем все они имели группы продленного дня. Были построены два спорткомплекса – Буревестник и Чайка. Появился памятник Братства по оружию, памятник Победы, памятник Федору Политаеву и Сергею Есенину. К 1972 году досрочно было закончено строительство моста через реку Аку. И были сооружены два водозабора для обеспечения рязанцев питьевой водой. За этот вклад Надежде Чумаковой в Рязани есть памятник. В те годы население города увеличилось вдвое. Рязань неоднократно оказывалась первой среди прочих городов Советского Союза по озеленению и чистоте. Возможно, и сегодняшние инициативы самих горожан смогут внести такой неоценимый вклад в развитие Рязани. 19-е областные соревнования среди школьников Рязанской области открылись в детском оздоровительном лагере «Серебряные пруды» в Рязанском районе. В этом году мероприятие посвящено Году пожарной охраны МЧС России. Ребята отрабатывали навыки спасения людей и ликвидации техногенной катастрофы. Подробнее в следующем материале. В состязаниях принимает участие 31 команда из 26 муниципальных образований региона. Соревнования будут проходить в течение пяти дней. В программе состязаний действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях техногенного характера с элементами поисково-спасательных работ. Пожарные эстафеты, преодоление маршрута выживания в природной среде и полосы препятствий. Состязания в военно-прикладных видах спорта. Данный этап – это имитация техногенной катастрофы. Ребята здесь выполняют ряд упражнений по спасению условных пострадавших. Начинаются у них этапы с тушения пожаров. Дальше они приходят на условное химическое заражение. То есть в подвал химически заражен, они надевают защитную одежду, в общем-то спасают человека из химически зараженного объекта. Тут очень много этапов, вся команда задействована. По два, по три человека на каждом этапе. Пострадавшего с четвертого этажа спустить на первый, достать пострадавшего из подвала и потушить второй этаж. Команды спасали человека с условной льдины, оказывали помощь утопающему. В завершении испытания необходимо было метнуть в цель спасательный круг. После этого ребята должны были преодолеть дистанцию ориентирования на местности с выходом на контрольную точку. Маршрут выживания включает в себя 12-километровый маршрут, типа марш-броска, на котором они наводят переправы, переносят пострадавшего, переправляют пострадавшего, двигаются по азиму, двигаются по заданному маршруту, по карте, ну и так далее. Все действия юных спасателей отслеживались и оценивались опытными судьями, туристами, педагогами и методистами Рязанского центра детско-юношеского туризма и экскурсий, активистами регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Безопасность проведения соревнований обеспечивали пожарные и сотрудники поисково-спасательной службы на воде Рязанской области. Вопросы науки и практики в обеспечении режима в исправительных учреждениях обсудили в Академии ФСИН России. В работе круглого стола приняли участие ведущие ученые и доктора наук в области изучения вопросов организации режима надзора. Подробнее Ирина Ковалева. Более 50 человек из различных регионов страны сегодня приняли участие во Всероссийском научно-практическом круглом столе наука и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Большинство присутствующих работники территориальных органов ФСИН России, которые ежедневно в своей работе сталкиваются со множеством проблем, требующих обсуждения и решения. Собственно, именно с этой целью и был организован сегодняшний круглый стол. Целью проведения нашего круглого стола является рассмотрение проблемных вопросов взаимосвязи практики и науки при обеспечении режима надзора и безопасности в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы России. А также основным из вопросов будет являться рассмотрение проблем и пути их решения при осуществлении подготовки высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В работе круглого стола также приняли участие ведущие ученые и доктора наук в области изучения вопросов организации режима и надзора. Среди них представители преподавательского состава Псковского филиала Академии ФСИН России, Самарского юридического института, а также Кузбасского и Пермского институтов ФСИН, которые общались с коллегами, в том числе и с помощью телемоста. В своих докладах они руководствовались не столько теорией, сколько практическим опытом. Ведь многие из них не одно десятилетие отдали службе в системе исполнения наказаний, и их багаж знаний бесценен для молодых сотрудников, которые только начинают свой профессиональный путь. На данных мероприятиях собирается достаточное количество людей со всех, в том числе и теоретики и практики. То есть приходим к определенным идеям, делим своим опытом, что-то им подсказываем, что-то они нам подсказывают. Но стола нет уже, то есть в дальнейшем складывается работа. По итогам круглого стола были сформированы и приняты рекомендации, направленные на повышение эффективности работы уголовной исполнительной системы Российской Федерации в условиях ее дальнейшего развития, а также на активизацию практикоориентированных научных исследований в данной области. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и весеннего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok